Это у нас шайба для... проставочная шайба для установки мотора-редуктора. Когда-нибудь у Сергея и его единомышленников будет свой завод. Ну а пока компания производит 15 моделей станков. И это результат работы за один год. Согласитесь, успешный бизнес-старт. А ведь наши герои начинали с малого. Мы изначально делали тапочки. То есть идея заключалась в создании очень клевых водонепроницаемых антискользящих тапочек. Но потом так получилось, что требовались определенные станки на рынке, к которым мы не могли найти достойное предложение. И поставили цель сделать свой станок, который бы удовлетворял наши потребности. Параллельно мы его выставили на ВИТО. И станок удачно продался. Начали, сделали еще пару штук. Они снова продались. И мы поняли, что это гораздо более интересное управление. Потому что не было на рынке достаточно хороших предложений. Штат небольшой. Три токари, один сварщик и один электрик. При этом наши герои постоянно расширяют географию поставок. Успехи компании были отмечены экспертным жюри. Сергей одержал победу в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Производство года». Конечно, все эти конкурсы – это большой толчок они делают. То есть неважно, получаешь ты финансирование или нет. Например, когда нас признали производством года, мы просто загорелись, начали работать в несколько раз активнее. И у нас был действительно скачок как в объеме производства, так и в продаже. Конкурс «Молодой предприниматель России» является частью программы «Ты предприниматель». Эта федеральная программа реализуется в нашем регионе Пермским фондом развития предпринимательства, который с этого года входит в состав корпорации развития малого и среднего предпринимательства по заданию Краевого Минпромторга. На федеральном уровне программу курирует Росмолодежь. Основной посыл сайта о том, что мы соберем букет на любой вкус и бюджет. Здесь мы использовали метод и механику работы компании «Эппл». Вот сейчас Владимир Ощепков из города Екатеринбург купил букет на сумму 9 тысяч рублей. Умное приложение не только доставит цветы адресату, но и напомнит пользователю о важной дате, по случаю которой стоит заказать букет. Идея Марка Залогина проста и уникальна. А все, что нужно было для открытия бизнеса, это компьютер и рабочий стол в технопарке. В прошлом году я принял для себя путь предпринимательства. Я ушел с найма, ранее занимал большую должность директора в одном из ключевых телеком-операторов на территории России Пермского края. И в прошлом году в голову пришла идея создать группу IT-компаний, для того, чтобы автоматизировать привычные консервативные формы бизнесов. Один из бизнесов – это как раз направление цветов. Вот так Марк Залогин вносит свой вклад в цифровизацию экономики региона. Наш герой стал победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Инновационный бизнес». Более того, следуя опыту мировых компаний, Марк решил выйти в офлайн. И в ноябре открыл пространство, где также можно заказать букет или пройти мастер-класс у флориста. Но будущее все-таки за IT-направлением, уверен Марк. Первым нашим продуктом стал продукт «Майфлауэрс». То есть мы создали софт-программное обеспечение, благодаря которому наш сервис работает как Uber. Мы, иными словами, говорим, что это как Uber, только для цветов. И у нас есть большие планы и большие перспективы. Мы хотим полностью перевернуть рынок цветов, сделать его более современным. Всех наших героев объединяет одно четкое бизнес-стратегия и амбициозные планы победителей регионального этапа будут представлять Пермский край на федеральном конкурсе «Молодой предприниматель России», который состоится 22-23 ноября в Москве и Нижнем Новгороде. Редактор субтитров А.Семкин